Бисмилляю рахмани рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня мы в эфире с Джамбулатом Сулеймановым. Представлять его не нужно, я думаю, уже всем известен. Тема у нас важная, это мобилизация, которую объявил Путин. Вроде бы якобы частичная, но по факту сейчас будем как раз-таки и разбираться. Мобилизация по всей России, а также в частности мобилизация в Чечне. Джамбулат, ты слышал наверняка его объявление. Что ты об этом думаешь так вступительно? Ну, если взять общую мобилизацию, я думаю, что это такой ход, чтобы не будоражить умы населения, объявленная частичная мобилизация. Понятно, что никто не будет контролировать, частичная ли она или полная. Мне кажется, это уже крайне вынужденная мера, крайне вынужденная мера, что мобилизация будет абсолютно полная. И так, чтобы не будоражить умы людей, обыватели объявленная частичная. А как она плавно перетечет в всеобщую мобилизацию, обыватель может не заметить. Ну вот смотри, что касается Чечни. Рамзан Кадыров, еще до этого прошла информация, не знаю, я это слышал, нет. Обещал Путину, что он поставит в Украину 8 тысяч штыков. И уже проходит, еще до того, как они объявили вот эту частичную мобилизацию, проходила принудительная мобилизация на территории Чечни. И я сейчас не говорю о том, что делали пару месяцев назад, но, допустим, достоверная информация, что людей останавливали в автомобиле, и под видом протоколов их заставляли некоторых подписывать мобилизацию, то есть добровольческие какие-то документы, что он едет в Украину. В некоторых селах также врывались в дома. Не знаю, по каким критериям они выбирали эти дома, но были случаи, когда врывались, оттуда уводили молодых людей. И после этого мы слышали, что ввели мобилизацию. То есть, когда об этом говорили, люди не верили, мол, это неправда. И сразу же, через несколько дней, буквально вводится мобилизация. Как ты думаешь, касаемо Чечни, как эти процессы сегодня будут проходить в Чечне? Будут ли всех подряд прям врываться и забирать, или же будет применена какая-то хитрость? Ну, я думаю, что сегодня Кадыров Рамзан, он поставил очень неудобное положение для него. Он же заявлял, что он первый, такой самый верный пехотинец Путина. И если до сих пор ему удавалось посредством того, что он использовал административный ресурс, если туда в Чечне завлекались, так скажем, условно добровольцы со всех регионов России, и Чечня, она все-таки как бы выглядела на фоне других регионов каким-то особым регионам, которые дают такое готовое подразделение для войны в Украине, хотя там мы знаем состав, именно этнический чеченский состав мог составлять 10-15%, а остальные 85-90% могли быть люди из других регионов. Сегодня он решается это преимущество, потому что при мобилизации, естественно, все регионы России выдадут столько, ровно сколько от них потребовали. А чеченцы в этом отношении прошли через две масштабные войны, и у них есть свой особый подход к этой войне, негативный. Вот здесь Рамзан немножко может сесть в лужу перед своим боссом, и, скорее всего, мне кажется, будет какой-то такой инцидент, что не позволит ему как бы показать себя лучшим регионам в плане того, что он выставил столько людей, сколько понадобится. Чеченцы крайне негативно относятся к этой мобилизации. Сегодня мы уже слышим из дому идут вести, какие-то аудиозаписи матерей тех ребят, которые призваны, в принципе, быть направлены в Украину. И сегодня это всё до сих пор ещё страхи велики. Но если до сих пор была не преодолена вот эта красная черта, за которой, скажем, кончается терпение народа, скажем, они считали, что пускай и особый какой-то режим в Чечне, режим надзора, но тем не менее нет бомбёжек, нет зачисток, есть социальные выплаты, и, ну так, терпимо, да, живётся. А сегодня, когда люди, которые приняли этот режим только благодаря тому, что устали от войны и хотели избежать её, сегодня им навязывается более масштабная, более такая война, которая больше заберёт их сыновей. Естественно, вот эта красная черта, за которой мне кажется, что чеченские матеря, там, братья, сёстры, вообще сам народ, он не будет терпеть. Они могут выйти на массовые протесты. И вот эта опасность, если её не будет учитывать сам Гауляйтер, как называют его, да, на месте, и Путин в том числе, вот этот взрывоопасный регион Чечня, в которой, несмотря на начало войны, сдерживались огромное количество российских войск, он грозит вслух на них. Вот, что касается матерей, буквально вчера, позавчера, несколько дней рассылались эти аудио, о которых ты говорил, там женщины чеченские высказывались довольно-таки жёстко о режиме, говорили, что вот Путин нас убивал, что мы не должны воевать за Путина, который уничтожал наш народ, и так далее. Было даже объявлено митинг о том, что в 10 часов утра собираются возле большой мечети. Буквально вчера прошли ещё аудио о том, что женщины всё-таки собираются. Я там выкладывал у себя, там ещё некоторые выкладывали. К примеру, тот же Чингиз Ахмадов сразу же начал на это реагировать. Ещё вчера. Это, видимо, их очень сильно задело, они боялись. Где-то я выложил старое видео других женщин, но всё-таки сама тема, она присутствовала. Желание идти и бастовать, протестовать, оно присутствовало и присутствует у наших женщин. И сегодня прошёл всё-таки, можно так сказать, митинг. По одной информации, там собралось возле мечети около 40 человек, по другой информации, около 150 человек, и это женщины в основном. Их всех, Кадыров потом записывает отдельный ролик. Чингиз Ахмадов записывает этот ролик. Это говорит о том, что проблема существует, и они боятся. Если бы не было проблемы, они никогда бы это не прокомментировали. Кадыров записывает ролик и говорит, что всех этих женщин забрали. Он называет число 15-20 человек, естественно, снижает. И говорит, что 3 женщины из них это были женщины, у которых сыновья находятся в Украине, а остальные женщины, это те, которые получили копейки от Запада какие-то. Не знаю, лично Байден, видимо, оплатил чеченских женщин. Надо настолько быть наглым, лживым человеком, чтобы заявлять подобное, что чеченские женщины, которые живут где-то в селе, которые не выезжают за пределы Чечни, и раз там в 5-6 лет получили огромные средства от Байдена или там еще от кого-то. Вопрос. И вот Кадыров говорит, что в отместку этим женщинам, он открыто говорит, он их наказывает, они их отчитывали, лично Даудов их отчитывал, говорит, теперь я буду мужчин отправлять, их мужчин там на фронт. Будут ли еще протесты? Или на этом Кадыров сможет все-таки погасить протестные настроения? Ислам. Протесты будут однозначно. Это та линия, та черта, которую я уже обозначил, за которую этот режим не может загодить. Смотри, они понимают, что это именно и так. Они начали какие-то встречные акции. Почти сейчас идут слухи, что война в Украине закончилась. Не бойтесь, мол, это закончилось. И выставляют этот ролик о том, что готовится какой-то референдум в Донецкой и Луганской областях. И это они как бы приравнивают, приписывают к тому, что это конец войны, мол, не беспокойтесь. То есть они вырежут сегодня играть на сознание обывателей, которые не очень разбираются в тонкостях, что означает начало, что означает конец войны. И комментируют, что с подписанием, то есть с принятием какой-то декларации независимости для двух республик, война будет закончена. И вот таким образом успокаивает. Вопрос, зачем им успокаивать, если они не боятся народных протестов. А у меня тоже поступила информация, как ты знаешь, у нас народ банник, у нас связи такие интенсивные между домом и Европой, где бы мы ни находились в мире. У нас все есть свои дружеские, какие-то родственные отношения. И у меня тоже поступала информация, что цифры нет, не говорили мне, но где-то в районе около 50 до 100 человек женщины собирались сегодня в Грозном. Также собирались женщины в городе Гудермес. И вот эти два города мне обозначили, что там собирались женщины, не в большом количестве пока. Но это только первые сигналы. Если дальше будут как-то насильственно применять методы, а мы знаем наши женщины. Наши женщины, они так же пассиональны, как наши мужчины. Если мужчины на себе несли тягости войны, то женщины вытягивали ее в тыл, ее материальную базу. И мы знаем, как они бросались прямо под российскую бронетельнику, вырывая из рук российских солдат беззащитных детей, которым было 12, 13, 15, которых во время зачисток они отправляли в фильтрационные лагеря. То есть у нас женщины очень смелый народ. И если у них будет вот этот пункт матерей, это будет страшно для власти. То есть они будут вынуждать отрывать своих же, так скажем, женщин, своего народа, которым они говорили, что они именно борются за сохранение генофонда чеченского народа, что они останавливают вот эту никому не нужную, то есть чеченцам не нужную войну, которую Запад развязал свои интересы против России и так далее. Вся вот эта пропаганда бывшая, она просто сегодня уже как в трубу слетает. И старые записи свидетельствуют против самих же вот этих людей из ближайшего окружения Кадырова. Мы все это видим, и вот это все идет по нарастающей. то есть если не будут предприняты какие-то меры, чтобы снизить этот градус, однозначно взрыв будет общественного протеста, массового протеста. А за этим последуют другие уже как бы все центробежные силы, они начинают ускоряться по нарастающим. Тем более самой России сегодня зреют такие настроения в регионах России. И если, конечно, мобилизация пройдет по таким столицам, так скажем, Питеру уже это более заметно. Последнее очень, скажем, это остается самой Москвы. Вот если там что-то начнется, то, конечно, это все повалится, посыпется, как говорится. Поэтому риски очень велики, и я чувствую некоторую панику, панику в словах, в выступлениях как маринетчного руководства Чечни, так и самого верховного руководства России. Последнее выступление Путина, это нисколько не как-то не выказывает в нем такую брутальность, которая была доначалована, это просто такой крик беспомощности, мне кажется, то, что он сегодня заявлял. И видя панику у своего шефа, эта паника тем более усиливается у человека, который полностью зависит от него, все его благополучие, вся его власть от него зависит. И уже слышны некоторые сигналы о том, что круг его тоже забеспокоился, там, хотят продавать какую-то свою недвижимость или там движимое имущество, у меня призыв к нашим соответствующим, не покупать у него ничего, не облегчать им путь бегства, так, пускай и так это все останется у нас, недвижимое имущество никуда не денется, пускай стараются расплавить, не покупайте у меня просто призыв. касаемо касаемо что Кадыров говорил еще ранее, как мы знаем, все свое, так сказать, предательство они строили на том, что якобы они борются за благо чеченского народа, за то, чтобы сохранить генофод, мол, нас убивали, нас резали, вот мы сохранили народ. Но, как ты сам заметил, есть много видео старых, которые свидетельствуют против них, где они сами это говорят, мол, вот в Сирию уезжают, мол, это наши чеченцы, за что они там погибают, если бы там был, короче, джихад, я бы лично пошел, говорит Рамзан Кадыров, и воевал бы впереди, там, против России, когда тоже он комментирует, также говорит, если бы это был бы джихад там и так далее, я бы лично воевал бы против России и так далее, то есть был бы в этом, в авангарде, также Магомед Даудов тоже, недавние его записи, где он говорит, вот я, мой сын, мои дети тоже бы воевали, если бы что, если нужно будет, мы будем воевать в авангарде, а как только это случилось, как мы видим, Кадыров, его дети гуляют где-то в Дубае, Магомед Даудов, его дети тоже где-то там в Дубаях, они кушают в ресторанах, мало того, Рамзан Кадыров пытаются упрекнуть, говорит, да, вы мне завидуете, у меня есть деньги, у меня машина и так далее. Как ты думаешь, все-таки народ это замечает или народ где-то схавает эту пропаганду, то есть то, что сменилось резко риторика, тон риторики? Ислам, ты же знаешь, насколько у нас люди чувствительны к таким вещам, насколько у нас народ, мы это еще не забыли, как хлестко и резко урожались всегда у нас люди относительно таких вещей, но то, что они сегодня годами молчат, десятилетиями, можно сказать, это тоже есть объяснение, мы понимаем их, а вот последние сигналы, которые поступают в Чечне, это уже все углёстывается, сегодня уже прямо на улице говорят, слышны эти высказаны относительно этой власти с проклятиями, даже с таким некоторым, можно сказать, не свойственным чеченскому языку, даже матом в адресе этой власти, потому что именно затронута то, они сами против себя свидетельствовали, некоторые за язык не тянули, они те вещи, которые буквально вчера говорились, как ты уже напомнил, уговаривались, народ ничего это не забыл, есть еще и в соцсетях те их выступления, конечно всё время это видят и конечно они это не проводят, потому что если раньше где-то в горах погибали может быть из своего народа, но уже уставший от войны народа. Погибал кто-то там в горах, сегодня это же придет в дом каждого, мобилизация придет в дом каждого, то есть это коснется сына каждого. И даже люди, которые в структурах, если раньше платили деньги за то, чтобы получить какой-то пост или просто какой-то рядовой пост в структурах, потому что не было никакой другого возможности заработать, сегодня платят деньги за то, чтобы покинуть эти посты. Понимаешь, никто туда не рвется. Бесплатно предлагают такие, буквально вчера такие рыбные, можно сказать, места. Никто туда не идет. И даже платят за то, чтобы без последствий, без проблем поставить какие-то высшие руководящие должности. Вот такова ситуация сегодня Чечная. Вот что касается кадыровцев, именно рядовых, у меня вопрос. Когда наши женщины будут выходить или уже выходили когда будут вот эти, как ты прогнозируешь, протесты именно женского, женской части населения, рядовые кадыровцы, не командиры, пойдут против них по приказу или же не пойдут? Ислам, ну это трудно прогнозировать. В любом случае должна быть та черта, за которую уже вот эти рядовые уже не пойдут против народа. Пока они будут все-таки, как и все благоразумные люди, они будут сверять последствия. Если там должна, эта ситуация должна прийти, вот ту грань, за которую они скажут, нет, на это мы не пройдем. Все-таки это такой акт неоднозначный. Они должны видеть, что ситуация, в общем, разваливается. Она разваливается в связи с можно и в тюрьму сесть, если срок небольшой. То есть все виды уклонения от войны, если никак уж не получится уклониться, то стараться уже, выйдя на эту войну, поступать как шпионы в вражеской армии. То есть стараться не убить мирных людей, стараться, чтобы сам пострадал, но чтобы не пострадали люди, которые там находятся, на своей территории, ничем не виноваты. То есть уже такие призывы идут от исламских ученых. И у нас народ все-таки верующий, набожно, если как-то самые какие-то, я не знаю, низы общества какой-то, социальные низкие, самые ниже вот Плинтуса, сколько в тюрьму вытаскивалось, или какие-то отморозки затаскивались на эту войну всякими посулами, денежными вознаграждениями. Все это будут обычных людей с нормальной психикой, которые не могут просто взять и убить безвинного человека. Если эти люди массово попадут на войну, то, конечно, в самой армии тоже российского военного руководства состоит огромные неприятности со стороны вот этих подразделений, потому что и сам настрой идейный идёт вот исходя из ФЭТФ, то есть это постановление относительно определенной ситуации больших исламских учёных. До них это доходит. Мы знаем, что мы можем какую-то информацию не услышать политическую, но ФЭТФ учёного, она быстро разлетается, особенно среди молодёжи. Поэтому я думаю, что вот эта ситуация, она неизбежно склонится к тому, что будет такой социальный протест, что сами рядовые работники правоорудовательных органов будут противиться исполнению этих приказов, что мирное население будет восставать, что уже призванные в армию будут сопротивляться исполнению приказов, уклоняться будут от исполнения приказов. То есть эти процессы, они будут наваливаться как снежный ком, вот валом, где всё будет ускоряться. Мне это так видится. Ну вот, смотри, ты вспомнил именно о том, что может быть всё-таки срок, если человек отказывает. И действительно, в виде добыли, как бы усиленно была, ужесточена мера наказания за отказ участия в мобилизации, за отказ участвовать в призыве войны в Украине, то есть там 10 лет, до 15 лет, до 10 лет. По твоему мнению, лучше сесть на 10 лет или всё-таки пойти в Украину и попытаться выжить? Ну это уже каждый человек сам выбирает. Конечно же, лучше сесть, чем пойти убивать невинных людей. Это моё мнение. Но кто-то, наверное, надеется, что он пойдёт и как-то перебежит на сторону украинцев или как-то сможет отсидеть в каких-то резервных частях. Много разных вариантов. Каждый думает. Я не думаю, потому что сегодня при той ситуации огромной нехватки военных подразделений отсидеться в ТУ не получится. Отсидеть в резервах не получится. И тем более чеченцев будут бросать всегда как бы на передовые деньги. Уже сегодня я слышал, что... То есть я слушал аудиосообщение, что тут нет ни одного русского. Нас как прямо с дома привезли сразу на самую передовую бросили. Тут одни чеченцы. И нас бомбят в общем долго из артиллерийских орудий. И вот такие сообщения я тоже слышал, можете переслышать. То есть вот пускай думают, да, пускай думают, что они делают и куда они идут. И лучше уж, я не знаю, там, выстать против этого. Может, там погибло иное количество людей. Может, кого-то пересажают, но остановить вот эту массовую мобилизацию. Чем там, скажем, под снарядами и другими средствами поражения, чем гибнуть, будучи еще и ответственным в судный день перед вселешним за то, что он пошел не на свою войну убивать безюных людей. Ну, слушай, вот ты привел фетвы ученых, которые говорят, что лучше заплатить взятку или сесть в тюрьму, лишь бы пойти в Украину. Но есть и другая сторона фетвы, если можно сказать в кавычках кадыровских мул, вот этого Дума России, да, Духовного управления России, где они говорят, что это джихад, что нужно идти, потому что у нас есть договор, они говорят, в Чечне с Россией, по которому нужно идти, воевать, отстаивать вот этот договор, соблюдать его и так далее. В это люди поверят, и если поверят, то как их разубедить? Ислам, в это не поверят, поверь мне. Сам Мухтий известен тем, что он в приватном рече говорил, что это никакой не джихад в Украине за то, что он вроде пострадал, но уже сегодня не так, мы видим его в этих публичных выступлениях. То есть эти люди, которые сами не верят в то, что они говорят, но они вынуждены как-то. Да, конечно, их не жалко абсолютно, что они вынуждены, они когда подписываются, они понимали, что они подписываются. Сегодня, конечно, они заложники этой ситуации, в том числе Исаал Межеев, это о том, что он заложник, говорит, что он все-таки где-то выговаривался, что это не так. После этого человек должен быть двуличным. Все их вот эти ученые, в кавычках так сказать, эти люди двуличные, они сегодня дают свои фетвы на потребование, а всякое двуличие народ видит очень ясно. И у нас, мы помним, когда были в другие времена, в начале 20 века какие-то мулы, которые сотрудничали с властью и давали нужное это власть и фетвы, и в народе была такая посоль, что судно-день, а Аллах субхану тааалу первым будет как бы молотить головы этих всех ученых в каких-то жерновах ада, только потом будут какие-то другие грешники, потому что грешник вредит сам себе и может быть ближайшему кругу, а ученые в исламе, которые предали свою религию и поддакивают неправедным правителям, они вредят всему обществу. Вот такое понимание, такое народное понимание было у чеченцев и в те годы, а сегодня, тем более, это все они прекрасно видят, понимают. почему именно потому что сегодня образованность в плане религии, то есть понимание знаний своей религии ученца намного лучше, чем в те годы, так скажем. Поэтому никакой иллюзии насчет того, что люди не понимают, что происходит. Может быть, какой-то очень близкий круг людей, приближенный, который обласкан, я не знаю, наделен каким-то особенным полномочиям, может, они себя для утечения своей совести как-то себе еще оправдывают, но эта ложь улетучивается при столкновении с истиной. И не думаю, что даже они не понимают того, что это все ложь. Хорошо тогда контраргумент кадыровский, очень распространенный. На первый взгляд его трудно объяснить, хотя для меня это легко, но все-таки хочу узнать твое мнение. Воевать за Россию это харам, это плохо, это грешно, потому что Россия это плохо. Хорошо. Тогда почему воевать за Украину это хорошо, говорят кадыровцы. Вот ведь Запад принес столько зла мусульманам, столько там, не знаю, где-то в Афганистане, в Ираке, там все, где везде. Почему тогда воевать за Украину это можно, а вот воевать за Россию это нельзя, это харам? Ну, мы знаем также ответ ученого исламского на это, что мусульмане, которые живут в этой стране и которые подверглись оккупации другой страны, у них прямое обязательство. Украина же не напала на Россию, даже вот в этот первый такой момент, и если сегодня Россия зазывает мусульмана даже из Среднеазиатской республики, которые были в какой-то зависимости от России, то Украина же не зазывает мусульман там из каких-то мусульманских стран, и даже нету такого добровольческого сильного потока мусульман в Украину, они только делают за него дуа, потому что это облегчит ситуацию мусульман в Сирии, уменьшится бомбежки сирийских городов, но мы же не видим массового похода сирийцев в Украину воевать против России, хотя, наверное, это было бы их интересом, или других каких-то мусульман, даже чеченские батальоны там сегодня не имеют такого количества, которые они имели, скажем, в той же сирийской войне, и поэтому нельзя сказать, что мусульманские ученые лицемерят и говорят, что они противоречат себе самим же. Нет, этого нету, никто не призывает идти мусульман Украины и украинцев идти убивать русских, самой России, бомбить российские города. Украина защищает свою суверенную территорию, эти люди живут в своих городах, в своих селах, это их страна, независимая, и они подверглись оккупации, и мусульман, которые живут в этой стране, он такой же житель этой страны, шариат его обязывает становиться в ряды, если есть убивая оккупантов, оккупанты мусульмане, которые в рядах российской армии, они, естественно, понесут ответственность всевышним за то, что они творят в мирных селениях и городах. И вот жизнь, если рассматривать с такой эсходологической точки зрения, если человек себя воспринимает как частицу такой огромной вселенной и бесконечного бесконечности будущего, как в будущей жизни, он прежде всего должен беспокоиться о своей душе в этом мире, сколько бы мы ни прожили, умрем, но каким он воскреснет в судне гречником, который убивал без виновных людей. Причем это вообще для чеченцев это особый вопрос, это те люди, которые буквально 20 лет назад бомбили наши города и судьбы, убивали и мучили наших людей. Это вообще для нас я не знаю даже каким словам передать, но для меня это просто невообразимо. Да пускай меня там на куски порвали в тюрьму не то, что в тюрьму посадили. С этими людьми стоять рядом и идти убивать людей, которые как они не вспоминают. Вот я видел съемки, это не принудительная как бы мобилизация, это скорее всего какие-то добровольные подразделения в Украине. Они сидят там и посмеиваются, обманули нас, зазывали как бы на зачистки, а попали под бомбежки. Они намеренно были зачищать, но это мы понимаем, что морально уроды, которые и свой народ зачищали от его героя, так скажем. в этой ситуации мне кажется, что контраргументов никакие не существуют. Хорошо, тогда чеченцы, которые сегодня воюют в добровольческих или в других батальонах на территории Украины бок о бок, имея свою повестку для политической, это деоккупации в Чечне, и также повестку для защиты украинского населения, их статус. Почему кадыровцы это плохо, когда они воюют под Россией, будучи под Россией, будучи ее подданными, а чеченцы, которые в рамках союзничества, не будучи подданными Украины, это хорошо. Ислам, ну я понимаю, с каких позиций ты задаешь этот вопрос. Для нас эти вещи очевидны. Ты хочешь, чтобы мы раскрыли этот вопрос для пастыр-чеченцев? Это те вопросы, которые мы получаем от них. Для тебя и для меня, конечно, это все ясно, почему чеченцы в Украине, которые воюют за Украину, это патриоты своей Родины, потому что они воюют в принципе против того же врага, против которого воевали и 20 лет назад, и три сотни лет воюют все наши предки, воевали. Для нас это один и тот же враг, он не поменялся, он никуда не ушел, его угроза никуда не исчезла, и они поступают правильно, они бьют его там, где возможно, и таким образом, каким возможно. это просто такие вещи, очевидные вещи. Мы не виним всех, кто дома сегодня, в Чечне, они не имеют такой возможности, но они имеют возможность иметь свой выбор, не идти против установления Всевышнего, не убивать безвиновных людей, не становиться на сторону извечного врага, не усиливать его власть, не помогать ему оккупировать чужие территории, это у меня есть такой выбор. А вот эти активные наши братья, ребята, которые в составе двух матальонов в Украине, сегодня уже трех, это их тоже выбор, это тоже самостоятельный выбор, воевать против своего врага. Естественно, сегодня нет потребностей для украинской армии в каких-то больших количествах людей, и чеченская в силу своей молодой численности не сможет, наверное, их поставить. Но если сравнить, сколько добровольцев было, скажем, украинских в Чечне и сколько сегодня украинских, то, конечно, мы в процентном соотношении принимаем достаточно весомое участие в украинской войне. И мы готовимся, мы готовим своих молодых ребят, мы готовим свои подразделения, налаживаем их взаимоотношения, мы готовимся к деокупации своей территории. Это тоже как бы в пользу украинцев, которые кровно заинтересованы в том, чтобы не только закончилась война в Украине, не только, чтобы иметь все свои исходные территории по границам в 1991 года, но чтобы Россия никогда больше не проходила на территории Украины. А это будет только деокупация Чеченской республики и Чечерия. И, наверное, если изъявить такое желание с освобождением других народов находящихся сегодня в составе Российской империи. Когда до этой мобилизации мы знаем, что Россия начала очень сильно проигрывать по всем фронтам на территории Украины, в частности, это тоже харьковское направление, были проиграны, просто отданы обратно территории, которые они с таким трудом завоевывали, то есть русские, и просто в один день, несколько дней они их потеряли, просто так потеряли. Погибло огромное количество людей, имеется в виду русских, в частности, очень россиян, и сегодня производится эта мобилизация. Ты был сам в Украине, ты общаешься с политиками, ты где-то встречаешься, ты общаешься и со спецслужбами, с Гуровцами, с СБУ и так далее, ты анализируешь ситуацию, ты видишь, какое оружие поставляется сегодня в Украине. На твой взгляд смертность будет сегодня меньше за счет массовой вот этой мобилизации? Будет ли у России больше шансов опять завоевывать? Или же она опять будет проигрывать? И это просто безвыходная ситуация, просто как бы они идут, так сказать, ва-банк от безвыходности? Ислам, у них есть шанс. Ислам, мне кажется, абсолютно безнадежная ситуация у Путина, у российской власти, потому что немотивированные, насильно мобилизованные солдаты ничего не изменят на фронтах войны, ничего абсолютно, буквально ничего они не изменят. Только увеличится смертность людей, только усилится вот этот крах, катастрофа, она станет более такой, более катастрофичной, да, вот, извиняюсь за билиберду. Иначе, вот, сегодня они не могут решить вопрос мотивации, немотивированных солдат, это просто пушечное мясо. Тем более они проигрывают в технологичной войне. Украина оснащается более высокотехнологичным вооружением. Украинская армия воюет умело, война это же не только количество, конечно, количество имеет значение, но, прежде всего, войну выигрывают умелые полководцы. Сколько в мире было в истории войн, когда войны выигрывались меньшим количеством при умелом ведении войны. Вот, это есть основной фактор умелости ведения войны и мотивированность. А все остальное как бы прилагается, и это приложение тоже немалозначимо, что Украина сегодня вооружение, против которого не могут бороться старые российские вооружения советского образца. Все это накладывается друг на друга, и это все, как я говорил, что это все уже будет снежным комом обваживаться, и такой снежный обвал, это будет катастрофа. Сегодня легче, наверное, было бы завершить войну, но и завершить войну тоже не может в этой ситуации. Все, что им выстраивалось 20 лет, все равно рухнет. Потому что в такой ситуации западнее, который сам себя загнал, он не может не остановиться, не может не выжить. Мобилизация только усугубить положение. Никаких военного достижений при помощи мобилизации достичь российская страна не сможет. однозначно. Единственный последний его аргумент это применение тактического ядерного оружия. Но это опять будет означать переход за уже другую черту, после которого катастрофа будет куда ужаснее. Потому что ответ со стороны стран участников блока НАТО будет однозначно. Ответ должен быть. Это то, что они себя не могут как бы спустить в России, если будет нанесен этот удар. Хорошо. Когда Россия проиграла в Харьковском направлении, она назло взорвала ТЭЦ, термоэлектростанцию. Потом она начала бить по дамбе в кривом роге. То есть это было сделано чисто назло. Плюс естественно, чтобы оставить людей без тепла и так далее. Так как зимнее время сейчас приближается. То есть Россия способна на такие моменты. И когда мы с тобой первый эфир записывали, когда только эта война началась, мы там проговорили вот этот ядерный момент, о котором только что вспомнил. И у меня вот тебе вопрос. Если все-таки он ударит, если он увидит, что у него ничего не получается, то он возможно ударит хотя бы назло этим ядерным оружием, нанесет удар. Но откуда такая уверенность, что Запад ответит? Украина не находится в составе НАТО. У Запада нет никаких соглашений с Украиной. Зачем Западу рисковать ради Украины тогда, когда Запад боялся, боится даже дать Украине дальнобойное орудие, дальнобойное орудие на несколько сот километров. Я аргументирую это тем, что если мы им дадим, а Украина начнет бить дальше, чем положено, то Россия расценит, что это мы объявили ей войну, и она начнет военные действия против нас. Почему ты думаешь, что Запад будет отвечать ядерным оружием? И сам резонный вопрос, на который, знаешь, ответить такими логическими построениями очень трудно. Да, есть такие опасения, мы видим, с каким трудом руководство Украины добивалось даже поставок тех вооружений, которые сегодня она получает от Соединенных Штатов, от европейских стран, она так и не дождалась вооружений, в частности от Германии, они все это затягивали, ну, французы и, конечно, вот такое опасение возникает, но у меня вот как у человека, который занимается, скажем, это не политика даже, а изучением политической ситуации в мире, человек, который дает оценки развития событий, у меня еще перед началом этой войны сложилось впечатление, что Запад твердо решил в лице ее лидера Соединенных Штатов Америки решил не уступать Украину в России. Вначале, конечно, они на это смотрели с осторожкой, поставили только какие-то ручные вооружения, вроде джувелинов, стингеров, когда украинцы показали способность воевать, способность оставить свою независимость, они начали поставлять уже более значимое вооружение. Конечно, от украинцев тоже много чего зависит, очень много, от их готовности бороться до конца, но если она проявляется, она проявляется в украинцах, причем очень ярко, тогда мне кажется, что Запад все-таки именно в лице Соединенных Штатов не пойдет на пакетуру. У меня было такое ощущение, так скажем, вещи, которые нельзя объяснить словами, но такие ощущения, которые возникают при изучении схожих ситуаций, может быть, некоторые ситуации, которые ты сам в жизни пережил, прошел через них, создается такое тонкое ощущение, я не знаю, какое-то наитие, меня, по крайней мере, это наитие не подвело в том, что война однозначно будет, я был среди тех немногих, кто был убежден, что она будет, меня она не подвела в том, что Запад все-таки не сдаст Украину, хотя многие наши соответственно говорили, о чем ты, посмотри, как они сдали Грузию, как они сдали Сирию, как они сдали нас, как они сдали саму Украину в 2014 году. У меня все равно на этот раз было такое твердое внутреннее ощущение, что нет, на этот раз нет, в этот раз что-то такое произошло, что Запад готов уже как-то идти до конца, что это тот рубеж, за который они Россию не запустят. И эти мои ощущения, предположения, они начали, которые я не мог объяснить логически, какими-то там доводами, аргументами, они начали сегодня вырисовываться в течение последних шести месяцев войны в Украине. И поэтому у меня до сих пор остается такое ощущение, что даже если будет несен такой удар тактическим ядерным вооружением, что нет, я не говорю, что в этот же день начнется всемирная такая третья мировая ядерная война, возможно, что не последует ответ на ядерный удар по территории России, но то, что не спустит это Россия просто так, что какая-то ответка будет, какая бы она ни была, о которой мне сейчас трудно догадываться, что она будет, что на попитую Запад не пойдет до тех пор, пока сами украинцы, разумеется, готовы бороться за себя. Любая революция, она в принципе начинается не с низов, она начинается сверху, в моем понимании. То есть наверху какие-то силы, элиты, они бывают недовольны властью, сегодня это можно взять тех же олигархов в России. Многие олигархи, не все, кстати, попали под санкции, они потеряли миллиарды долларов, они потеряли яхты, они потеряли какие-то свои вложения, депозиты, и все это они терпят ради амбиций Путина. Видимо, он их там заверял, что мы вот сейчас Украину отобьем, и тогда Запад будет там чуть ли перед нами не поклоняться и так далее. Сегодня они видят, что это не так. Будет ли революция в России именно сверху вниз? Я думаю, она также возможна, как и революция снизу-вверх, потому что власть, путинская власть в России, она строилась на вождизне, на авторитарности, а как мы знаем, относительно выражения Акела промахнулся, вожак стаи, он все застроилось вокруг личности, вокруг одного человека, не было такой системы классической, как положено, что есть распределение ролей, и соответственно ответственность за все поражения, за все провалившиеся обещания Путина, что Россия станет только сильнее в итоге этой войны, в результате получили, как ты уже отметил, такие издержки, на которые никто из его окружения не был готов. Мне кажется, что вся эта ситуация, она способствует возможности революции, как сверху, так же и революция снизу, но революция снизу, она раскачивается труднее, ее труднее раскачать, народ должен быть доведен до ниточки, поэтому революция все, мне кажется, даже более вероятнее, чем революция снизу. Чтобы произошла революция снизу, что нужно в России, до чего нужно довести русский народ, именно русский народ, чтобы такая революция имела место, случилась? Ну, первый шаг к этому уже сделан, вот эта частичная мобилизация, которая однозначно вылится в всеобщую мобилизацию, второй шаг будет, это непопулярная война, в которой нет никакой мотивированности русского человека, война, которая ведется за пределами России, непонятно за какие цели, и третье, это последний момент кипения, это задержава, потому что сам российский народ, он все-таки по своей ментальности великодержавный, и когда они будут видеть, что даже не то, что они будут доведены до какого-то там материального обнищания, глубинка может в нищете жить, очень долго мы это знаем, но вот эта обида за державу, что вот позорно как бы проиграли войну, а царь это не настоящий, вот такие мотивы могут подберить народ в стране. Но видишь ли, мобилизация, она и в 41-м была, если не ошибаюсь. Тогда она была, Ислам, разница в том, что тогда она была народной, действительно, оправдана, потому что враг пришел на территорию, захватывались города, и, ну, если бы такая мобилизация была бы, такая мотивированная, это другое дело. Сегодня мне война в Украине напоминает первую чеченскую, когда даже формально от того, что русское политическое руководство считало Чечню частью российского государства, простой народ Чечню такого не считал, хотя буквально вчера она была в составе Советского Союза, и эта война тоже была чужда для российского солдата, он не был мотивирован в первую войну. А вторую, чтобы их побудить идти второй войной, в этой Чечне пришлось российским спецслужбам разрывать собственные дома в столице и в других городах России. И вот тогда, когда пробудился такой российский народный гнев, только тогда они смогли как-то повести какие-то еще, я помню, как Путин бегал по России, ему не хватало боеспособных частей даже против Чечни. Он вытягивал часть его с Дальнего Востока даже, потому что сибирские части они всегда считались какими-то более-менее боеспособными российской армией. Вот такова была ситуация. Сегодня в Украине это на все имеет более катастрофические масштабы. Эта война не нужна. Эта война да, там было такое, чтобы, как многие сегодня уже озвучили, русский обыватель был за войну сидя на диване, чтобы ему это как-то никаким боком не обходило, что молодцы наши, вперед, пускай идут. Когда уже он должен за пределами России как-то выкладываться, то есть эта война не является народной войной. Вот этим все сказано. Когда мы записывали опять-таки тот же первый эфир после начала войны 24 февраля, ты тогда высказывал мнение о том, что если Украина начнет бить по территории России, то это может смотивировать российский народ против войны в Украине и так далее. Действительно так оно и есть. Я думаю этой же позиции придерживались и власти Украины. Они сделали все, чтобы не бить по территории России, а даже если где-то и проходили диверсии, они говорили это не мы, мы ничего не знаем и так далее. То есть они на себя вину не брали. Сегодня после объявления мобилизации нужно придерживаться той же позиции или же уже можно бить? Ислам, я до сих пор придерживаюсь мнения, что Украина до сих пор ровно вытягивает ситуацию, она четко ведет войну, военное руководство молодцы, политическое руководство просто молодцы, все идет ровно как положено, ни в коем случае до сих пор нельзя бить по территории России, мое мнение. Может быть будет, если будет нанесен какой-то удар, ядерный, тогда это другое дело. но сегодня пока что нельзя переходить эту черту именно украинцам. Да, украинцы правы, они были бы, никто бы в моральном отношении за это не мог бы судить, но в плане восприятия реальности, в плане понимания последствий, этого ни в коем случае и по сей день нельзя делать украинцам. тема Чечни. Мы сегодня боремся за деоккупацию, именно если взять отдельно взятый Чечни. Мы видим, что лежит законопроект о признании Эчкерии, внесенный в частности Гончаренко, но он не рассматривается. Сегодня мы также пытаемся набрать голоса для петиции, это 25 тысяч голосов, пока что мы не набрали, но там проблемы уже более технические, потому что сайт перегружен и многие украинцы просто не могут перейти и зарегистрировать эту петицию. Это 100% информация, здесь есть какое-никакое оправдание. Почему не признают Эчкерию или не видят они этот законопроект, либо видят, но по какой-то причине не признают? Какие причины это? Ислам, мне кажется, причина нас самих прежде всего. Сегодня винить украинцев, которые полностью охвачены проблемами своей собственной войны ни в коем случае нельзя. Наша тема только идет как-то параллельно, она только как напоминание того, что это уже где-то было, что это дежавю, что тогда это не было понято, и как дежавю, трудно понять, пока ты в реальности не сталкиваешься. Где-то ты видел сон, ты не живешь этим сном не руководствуешься. Как только ты в реальности сталкиваешься с подобной ситуацией, у тебя возникает состояние дежавю, где-то видел во сне, ты понимаешь, что это был какой-то там сигнал, может быть, как предупреждение чему-то, но с этим ничего и не поделаешь. Мне кажется, ситуация подобная. Сегодня мы сами не готовы к тому, чтобы занять то место, которое нам могли бы, может быть, в иной ситуации, если бы минувшие 20 лет мы провели бы иным образом, что если бы мы тогда провели нужные работы и подготовили нужные проекты, подготовили бы людей, подготовили бы смену к ведению дальнейшей нашей политической борьбы, если бы мы сегодня были бы в немножко ином качестве, может быть, у нас было бы больше шансов, чтобы на нас обратили внимание. О нас думают, мы не остались незамечены, ситуация не осталась несравнена, мы это видим средства массовой информации и на Западе, и в самом Украине, но также они видят, что сегодня нет возможности, сегодня реально нет такой консолидированной силы, меня за это критиковали наши соотечественники, я сказал, я это извините уже, это моя человеческая совесть, это моя гражданская позиция, это моё персональное право говорить только правду, я не собираюсь никому играть, потому что ложь, она всегда обречена на очень отрицательные последствия для самого человека, который несёт эту ложь, и для тех идей, которые он защищает, мы сегодня не сможем скрыть то, что у нас реально есть, мы, конечно, не переводим никакие грани приличия и никакие грани политической культуры, но мы должны смотреть правде в глаза, и мы должны говорить правду, это то, что с вами есть, мы видим это сами, и нас видят как есть со стороны. Думаешь, это из-за этого, а не какие-то планы, допустим, признав Ичкерию, они могли бы, в моём понимании, дать возможность чеченцам уже легально как-то, поддержав военные, политические, информационно-экономические стороны, дать возможность чеченцам как-то начать уже более серьёзные работы по деоккупации, что, естественно, отвлекло бы часть российских войск, армии в сторону Чечны, у них нет этого понимания, или они всё-таки имеют где-то наверху какие-то свои договорённости, или же это договорённости не то, чтобы с Украиной, а где-то наверху, где-то с Америкой. Ислам, ну смотри, тут нужно смотреть, с какого ракурса мы наблюдаем ситуацию Чечны. Если с ракурса украинской стороны, то да, однозначно у неё есть эта заинтересованность. А если с ракурса глобальной мировой политики или его важных игроков, как Соединённые Штаты Америки, то, конечно, они сегодня особо не задумываются, мне кажется, о ситуации в Чечне. То есть у них таких глобальных проектов, как ты сказал, наверху не решается, чтобы... По мне, я могу ошибаться, но по мне сегодня никаких сигналов я не вижу, что есть какое-то намерение решить конкретно, вот как в случае с Украиной, решить конкретно чеченский вопрос. Поэтому нет таких серьёзных посылов, как это, серьёзно сподвижек в этом направлении. Украина может без разрешения Запада это сделать? Украина, украине свои спецслужбы, она, конечно, кровно в этом заинтересована, и они будут это делать. Но также, смотри, вот уже часть, я хочу перед второй части, с самой украинской стороны начали не передавались какие-то, ну, такие значимые вооружения, да? Почему? Потом считал, что Украина слаба в плане центрального управления, что она коррумпирована, что эти вооружения могут попасть не туда, куда следовало бы. И только тогда, когда Украина начала показывать эффективную борьбу против российской оккупации, эффективное применение тех незначительных вооружений, которые были вначале переданы, когда именно в ходе войны, когда политического руководства смогли добиться понимания, что они могут быстро и эффективно освоить нужное вооружение, что они будут доставлены именно на разные фронты, а не куда-то через, уйдут какие-то непонятные каналы куда-то влево, да? Только тогда Запад начал наращивать свои поставки вооружения. Это всё о чём будет, о том, что очень важно иметь эффективное руководство, которое сможет освоить помощь, который сможет реализовать те проекты, которые где-то планируются. А если у нас ситуация, когда непонятно сколько политических центров, сколько политических разногласий, что... Это аргумент, да. Мы не сможем даже реализовать ту помощь, которую нам намереваются выделить в этой ситуации. Поэтому, когда сегодня говорят о консолидации нас всех, о единстве, мы сегодня понимаем, что мы уже зашли в такую глубокую яму, в такой тупик, что абсолютно такой консолидации всех политических сил не будет. Я сегодня уже давно стою на тех позициях, что старое, да, уже всё, оно должно уйти в сторону, потому что оно не способно родить никаких прагматичных идей и методов проведения каких-то практических шагов для деоккупации, что нужна новая молодая сила, которая заряжена как-то на это дело идейно заряжена, да, вот. сегодня наша цель, задача именно породить эту силу, никак не отходя от наших основ, никак не отходя от наших тех закладов, которые заложили наши участники, но при этом уже не ориентироваться в прошлое, не отглядываться, просто учитывать ошибки прошлого и посмотреть вперёд, чего мы не замечаем за вот теми людьми, которые сегодня позиционируют как бы лидерами всех чеченцев. К сожалению, в них это нет и невозможно этого добиться. Мы старались когда-нибудь это сделать. Это вообще такая больная тема, которая, когда затрагиваешься, сразу на тебя обрушиваются шпал критики, но я знаю, что не поднимая эти болезненные вопросы, не обсуждая их, мы не то, что не решим ничего, мы даже не придём к пониманию нашей проблемы, не придём к тому, что не поняв проблему, невозможно вылечить, не поняв болезнь, не сделав диагноз, нельзя вылечить больного человека. Тоже так же мы почему-то боимся даже обсуждать наши проблемы слухом, каким образом мы собираемся в эту жизнь. Хорошо тогда. Я думаю, в принципе, в общих чертах мы обрисовали ситуацию. я думаю, вот напоследок хотелось бы, чтобы ты сказал, если можешь, на чеченском, было бы хорошо на чеченском, обращение, пару слов, к матерям, тех ребят, которые сегодня могут быть отправлены принудительно на территорию Украины, в чужую страну, за чужие идеи, просто насмерть. Без тени сожаления, что бы ты сказал? Я сам, ну я тогда начну все-таки на русском языке, чтобы это услышали и другие русскоговорящие, так сказать, русскоязычные, понимающие русский язык. И, наверное, закончу уже на родном языке, прямое обращение к матерям. Прежде всего, хотелось бы напомнить нашим соотечникам, что у нас самая трагическая страница Второй войны, Российско-Чеченской войны, это битва за садный поток, которая длилась в месяц, и в эту битву мы потеряли где-то 300 наших воинов. И где-то в три раза больше мирного населения. Тысячи или даже больше этого погибло мирного населения, которое находилось в селе. Где-то 300, от 300 до 400 бойцов мы потеряли. Это самая крупная для нас трагическая страница в минувшей войне. И сегодня у нас в Украине я слышал цифры, которые давно перевели за эту цифру, 300 погибших, много покалеченных. И у меня вопрос, за что мы платим этими жизнями наших ребят, наших молодых парней, за что? Мы достигаем национальных каких-то целей, мы достигаем того, что наше государство становится более безопасным, и мы можем в этом государстве реализовывать какие-то свои национальные проекты, за что мы платим этими жизнями. Пускай над этим призадумаются наши люди. И на чеченском я сказал бы, что мы Ну а вот, мы можем. Мы можем не знать, что это не знает,, что мы можем не знать. Но мы можем не знать, чтоont здесь будут говорить, что они могут быть выглядей. Но мы можем знать, что мы будем надлеж utile под себя и следовать. Здесь мы должны традиции навсегда, потому что не в обычных орицах. Мы должны деться в области и стражей к себе. То есть мы должны хранить мебелом, чтобы понимать, что не они, что никогда не дают мебелом, не делать мебелом, но, если добиться к себе, то мы должныと思ать, Редактор субтитров А.Семкин Ну, гасхаматтаарш, ноахчи омпуду исток, кегерохвашттихтохвано, муахх гад твёрд, муаххи урду, дихий, 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 дихо да донах. Таан, кобяавин имма вастаан, мобилизацы, яха дохвано, цигаа эзер наш каа вабоккар бувуднах. Девушки отдыхают обезьянную работу. Удаляй, что. Джамбулат. Благодарю тебя, Джамбулат, за эфир. Я думаю, многим будет интересно познакомиться с твоей позицией. Для себя я тоже многое подчеркнул. Барахала. В описании к этому эфиру, если вы его смотрите на моем YouTube-канале, в описании, а также в прикрепленном комментарии будет ссылка на Instagram, на Facebook, где-то на YouTube-канал Джамбулата Сулейманова. Переходите, подписывайтесь. Там много интересного, найдете. Ты кто-то, Джамбулат? Ислам, также благодарю тебя за эфир. Спасибо за ссылки на Али Айберт Кирилл и жду тебя в очередном нашем михриле совместном. Амин, амин. Али Кирилл Маш Айд. Ас-саляму алейкум ва рахмату Аллаху ва ракетуху. Сохрани. Обязательно. Все, давай.